Я очень рад говорить с вами, и я думаю, что за исключением некоторых школ, в которых я проводил лекции, это, наверное, самая молодая аудитория, и это не только очень приятно, потому что вы будете очень внимательны к нам, но очень приятно, и потому что я говорю «С будущим Москвы», и это очень здорово. Вы, наверное, знаете, Москва — это большой город, важный город, важный город для России и для мира, очень большое историческое значение, культурное значение, экономическое значение и так далее. Но в моей области проблемы транспорта, в Москве эти проблемы существуют, эти проблемы. Когда я первый и второй раз приезжал сюда, это несколько лет назад было, меня всегда спрашивали, как нам решить эти пробки? Сколько это будет стоить, решение этих проблем? Все эти простые вопросы, и это очень сложная проблема. Поэтому я очень рад видеть, что проблемы транспорта действительно обсуждаются, и очень много действий делаются, но все равно эти действия отстают, потому что очень много еще работы предстоит. Но есть некое давление, потому что Москва действительно страдает от нескольких серьезных проблем. Все говорят о пробках, но есть еще и другая проблема — экономические потери из-за пробок, ненадежное время поездки, сложности при передвижении и так далее. Проблема состоит в следующем. Не только трафик и парковка, не только общественный транспорт, и не только пешеходы. Вы, наверное, знаете, иногда, у нас сейчас время автомобилизации, иногда транспортники, некоторые транспортники, забывают о пешеходах. А это очень серьезная проблема. То есть это не только, не каждый отдельный аспект, это все эти аспекты в комплексе. Я давал несколько лекций, и в своей книге я говорю о следующем. Какова ситуация в городах? Это столкновение поведений и интересов различных лиц. И я также поднимаю вопрос о том, как вся эта система работает. Слышите меня? Все нормально? Перевод есть в наушниках? Это примерно то же самое, как поведение людей в обществе. Потому что в обществе тоже должны создавать некоторые роли, что вы можете сделать, что нет, экономически, поведенчески, физически и так далее. Это много уже лет назад известно, что удобно бросать мусор там, где это удобно. Но если все будут это делать, то мы будем жить просто на помойке, а не в городе. Мы не очень понимаем, что это феномен, также справедлив и для транспортной сферы. То есть проблема эта действительно есть. Действительно, очень удобно ездить на машине, в большинстве случаев. Не во всех, но в большинстве. Автомобиль это очень удобная штука. Но если мы все будем ездить на автомобилях, то вся система сколлапсирует. И у нас этих преимуществ не будет. Нет, нет будет преимуществ автомобиля, будут только пробки. Поэтому я играю в эту ситуацию. И этот анализ уже проводится несколько десятилетий, потому что такая ситуация быстрой автомобилизации, быстрого увеличения количества автомобилей и рост городов, она уже возникала во многих странах и 50 лет назад, и 70, и 20 лет назад. Что же нужно сделать с этой ситуацией? Как мы можем воздействовать на людей? И, говоря очень просто, если мы... Так много у нас людей ездят в Москве, миллионы поездок в Москве, у нас есть некоторое количество людей, которые будут ездить на автомобилях, вне зависимости от того, сколько это будет стоить. Или у них... И, допустим, они спешат, или у них есть какой-то багаж. На это мы не можем воздействовать. Они поедут на машине. С другой стороны, есть некоторое количество людей, которые будут пользоваться общественным транспортом. Или им просто удобнее это делать, или безопаснее, и так далее. Или у них просто нет машины. Поэтому мы... Одну группу мы называем автомобилисты, а другую мы называем приверженцами общественного транспорта. А посередине... 60, 70, 80 процентов. Это люди, которые могут выбирать. Мы очень часто слышим всякие обобщения. Вы что, хотите, чтобы я пошел в магазин, а потом все эти пакеты вез в метро, что ли? Нет, мы не говорим, что... Все должны пересесть на общественный транспорт. Мы не говорим, что нам нужно забыть о общественном транспорте и работать на машине. Нам нужно добиться разделения сферы влияния между общественным транспортом и личным автомобилем. Конечно, есть еще велосипеды, есть еще пешеходные перемещения. Но это две основные группы, которые я сейчас назвал. Как мы убедим людей, тех, которые находятся посередине, как можно больше пользоваться общественным транспортом. Мы знаем это, и все профессионалы это знают, и согласны с тем, что если мы некоторое количество переведем на общественный транспорт, у нас будет лучший общественный транспорт, мы сможем предоставить более экономически обоснованное обслуживание. А что касается машин, и на машинах будет легче ездить, потому что пробок будет меньше. Соответственно, это обоюдная выгода. Но если люди, не обязательно, они будут пользоваться только общественным транспортом, и если они вернутся к пользованию частных маркетингов, то система снова вернется в неоптимальную точку. Если у нас мало пользователей общественного транспорта, все это становится неудобно, люди пересаживаются на машины, бросаются пробки, и весь город снова страдает. И это заставило нас сказать следующее. Нам необходимо проводить две транспортные политики в городских областях, в городских округах. Первая – это стимулировать использование общественного транспорта. Вторая политика, второе направление – это дестимулировать людей использовать личные автомобили. Поэтому у нас есть два набора, два направления, в которых мы работаем. Мы сейчас... Нас сейчас заставляет ситуация сделать что-то с пробками, с паркингом и так далее. Но мы скорее пренебрегаем первой частью почему-то. Мы не делаем общественный транспорт лучше. Если мы дестимулируем, делаем неудобным использование частных автомобилей, они будут жаловаться, и их мобильность снизится. Но если мы будем дестимулировать использование машин, и стимулировать общественный транспорт, тогда нас ни в чем никто не может обвинить, потому что мы можем предоставить людям альтернативу. Это теоретическое обобщение, но и в реальности это работает так. Я вам покажу пример, которые никогда этого не поняли, и там ситуация вообще безнадежная. И покажу примеры городов, которые поняли это, и постоянно следуют этим направлениям этой политики. И они существенно лучше в том качестве, которое я называю пригодностью для жизни, чем те города, которые этого не поняли. Сегодняшняя лекция не будет покрывать все те вопросы, которые я сейчас назвал. Мы сконцентрируемся на общественном транспорте. На общественном транспорте, и в частности на так называемом общественном транспорте. Я вам дам небольшой обзор различных видов, и, может быть, если время нам позволит, я перейду к еще, скажу несколько слов о метрополитене. У нас есть такое понятие «виды общественного транспорта» или «transit mode», и мы определяем их следующим по трем основным характеристикам. Первое — это «right of way», то есть приоритет проезда. И «c» означает, что это транспорт, который идет по улицам с общим движением. Например, Тверская. Это там и автобусы, и троллейбусы. Они едут просто по обычной улице. Категория «c». По полосе, какая категория «c». Потом у нас есть приоритет проезда «b». Это когда у нас изолированная полоса, но не полная изолированность. Типичный пример — трамвай, который идет по изолированной линии, но там есть пешеходные переходы, есть какие-то перекрестки, но на большей части маршрута он не пересекается с другими видами транспорта. Это категория «b». Это существенно лучше, чем категория «c», потому что общественный транспорт не зависит от пробок в этом случае. И если у нас есть большой объем трафика, если у нас много людей используются общественным транспортом, то есть если наши троллейбусы прям один за одним подходят к остановке, нам нужно увеличивать емкость вида общественного транспорта, их пропускную способность. И тогда мы делаем вид транспорта, который полностью становится независимым от других видов транспорта. Это метрополитен. И пригородные поезда. Это виды транспорта с наибольшим приоритетом проезда. Чтобы определить вид общественного транспорта, у нас есть разные технологии. И в принципе у нас есть автодорожные виды транспорта и железнодорожные. В первом случае у нас есть водитель, который ведет транспортное средство по дороге. Во втором случае у нас есть рельсы, то есть какие-то направляющие. И это большая разница. Кроме того, мы используем виды общественного транспорта разными способами. Некоторые локальные, то есть они останавливаются на каждой остановке, а некоторые являются экспресс-видами транспорта. Кроме того, у нас есть шаттлы, короткие маршруты, обычный трафик, который проходит в городе. И у нас есть региональные маршруты. Это, например, железные дороги, иногда автобусы и так далее. Вот представлены основные категории. Это автобус. Это BRT, автобус с новой выделенной по полосе, то есть автобус с приоритетом проезда B на частично изолированной полосе. У нас есть трамвай, который проходит на улице, иногда на выделенках. Легкорельсовый транспорт, LRT, который практически в категории B, а не даже в категории A. То есть это большие составы, он изолирован и существенно превосходит по хронотеристикам трамвай. Кроме того, у нас есть A.G.T. Это автоматически направляемый транспорт. Это такие виды транспорта используются как локальные в аэропортах, но достаточно часто уже они появляются и в городах, внутригородского транспорта. У нас есть метро, которое является основным видом транспорта в очень крупных городах. Если мы говорим о городах с населением миллион и больше, метро обычно является наиболее важным видом транспорта с населением 5 миллионов или 8 миллионов. И если метро у них нет, то там невозможно правильный транспорт, невозможно нормально продвигаться по городу. метро очень активно используется в городах. Если... иногда люди говорят, что машин стало так много в городе, что людям просто не понадобится общественный транспорт. Это очень был распространенный тренд в 50-х годах. Что случилось? Случилось следующее. Эксперты и планировщики увидели, что наоборот, нужно предоставить не только автобусы, а виды транспорта, куда высшего. Метро стало очень важным. И в 50-х годах в 20 городах мира было метро. Сейчас сколько у нас городов с метрополитенами? Больше 120. И это очень часто используемый вид. У нас есть пригородные поезда, которые используются тоже в очень больших городах все чаще. И в городах, например, Париж, Нью-Йорк, Лондон, Чикаго и в Москве тоже есть достаточно развитая сеть пригородных поездов, но некоторые очень систематически подходят к планированию этих сетей. И пригородные поезда используют пригородные железные дороги как транзитные системы с частым с достаточно регулярными интервалами для тех же регионов, которые предоставляют, которые обслуживаются метрополитеном. Я не упомянул о наилучших примерах систем пригородных поездов это Япония и Германия. в Токио пригородные поезда перевозят больше людей, чем в Москве, в Париже и в Лондоне вместе. Это действительно уникальный пример. В случае Москвы, я буду выделять больше внимания в своей лекции в Москве на следующих слайдах. К счастью, есть очень много железнодорожных линий в регионе, но они не очень хорошо интегрированы, не очень хорошо взаимосвязаны и не модернизированы до необходимых стандартов. поэтому сейчас есть планы использовать эти линии и я надеюсь, что в ближайшие 20 лет ваши железные дороги будут значительно больше связаны с общей системой и уровень обслуживания, уровень использования этих сетей повысится. Теперь если посмотреть на эти городские виды транспорта в городе, есть две основных категории. Одна это автобус, который есть во всех городах, от самых маленьких до самых больших. Везде есть автобусы. Автобусы самые дешевые, вложения очень маленькие, потому что не нужна инфраструктура, не нужно ничего строить. Но качество услуг, это скорость, пропускная способность, надежность, тоже достаточно низкие. Другой край, это метро. Пропускная способность, большая надежность, большая скорость, безопасность. это самое лучшее качество услуг, но для этого нужны очень большие инвестиции. Что случилось в многих городах, когда они стали строить метро, возникла какая-то теория, теория о двух видах транспорта, что есть метро, и есть автобус, и не нужно ничего усложнять с другими видами транспорта. Эта теория привела к крайним случаям, например, с лондонским метро, которое, оно большое, но оно недостаточно для Лондона. И вот почему. Есть автобусы, они перевозят больше пассажиров, чем рельсовый транспорт, что парадокс до такого размера городов. Есть трамвай, а у них забросили, троллейбуса тоже нет. Сейчас они начинают строить легкорельсовый транспорт и изменять предыдущие решения. Гамбург тоже ограничился метро и автобусом. В других городах большие споры идут об этом. И большинство из них решило, что, несмотря на наличие метро, наличие одного только автобуса на улицах недостаточно. Так, в Вене, в Мюнхене, в Сан-Франциско, в Бостоне и в других городах. Любопытно, что действительно легко подумать, что достаточно этих двух видов. Это легко масштабируется, это эффективно, можно перевозить много пассажиров, но в реальном мире некоторые города, в которых лучший в мире общественный транспорт, у них большое разнообразие видов транспорта. Например, в Сан-Франциско около семи различных видов транспорта. Автобусы, троллейбусы, пригородные поезда, очень дорогие троллейбусы и даже кабельный трамвай. В Бостоне много видов транспорта, в Вене много видов транспорта. И теория, что нужно упростить систему до только метро и автобуса, она неверна. Проблема в том, что метро обеспечивает самое лучшее качество, но оно очень дорого в строительстве, и его трудно строить большим. Мало в каких городах есть достаточное покрытие системой метро. В Париже, например, так. Даже в Москве, с огромной системой метро, есть много мест, из которых до метро нужно долго добираться. Поэтому метро часто недостаточным, чтобы покрыть территорию. Почему не построить больше туннелей? Вопрос экономических и физических ограничений, потому что трудно построить плотную систему метро. В некоторых маленьких городах такое возможно. Я боюсь, что в России по-прежнему действует простое правило, что когда город достигает миллионного населения, то центральное правительство выделяет деньги на метро. Город, которому нужна одна линия метро, ну, одна линия-то хорошо, но она не решает никаких проблем. И они часто строят красивую линию метро, все в мраморе, эскалаторе, как в Москве, например. Но они пренебрегают троллейбусами, трамваями, автобусами. Это проблема, которая есть во многих городах. Чтобы подытожить, многие города, когда они растут, им нужно больше, чем могут предложить автобусы. Но им нужно что-то, что потребует меньших вложений, чем метро. У нас здесь большой промежуток. Так было во многих городах, которые... Вот эти города, в которых есть только метро и автобус, в них есть провал, и из-за этого не обеспечивается достаточное покрытие. В последние 30-40 лет мы вернулись к развитию также тех средних по пропускной способности видов транспорта. Это улучшенные автобусы, легкорельсовый транспорт, часто, очень часто встречается в этой категории, и автоматически направляемый транспорт. В этой области было много развития, и я хочу сделать небольшой обзор, где располагаются эти виды транспорта, и мы посмотрим, как в Москве ситуация с ними, с видами транспорта средней пропускной способности, насколько она эффективна, и что можно сделать. Потому что, конечно, строительство больше, сейчас строится больше линии метро, но если приобреть вот эти видами транспорта пренебречь, что будет проблема? С автобусами было много проблем, много попыток сделать их более привлекательными, потому что автобус едет медленнее, чем окружающий трафик, и он не поворотлив на улице. Пришла идея, почему бы не сделать, почему бы не выделить автобусы из остального дорожного движения. у трамвая обычно были отдельные выделенные пути, а компании против трамваев, они говорили, что мы должны застелить это асфальтом, эти пути, чтобы можно было использовать их еще и для автомобилей, автобусов. это была большая ошибка, и она вывелась в большие потери для пассажиров, когда города заменяли трамваи автобусами. были тридцатипроцентные потери из-за этого. Теперь, через тридцать-сорок лет, люди увидели, что невозможно привлечь людей в автобусы, которые стоят в пробках. поэтому теперь мы как бы возвращаемся к категории B, хотя это теперь и дорого исправлять ошибку, которую мы сделали. Были попытки сделать автобусы, движущиеся по направляющим, но эта технология не имела большого успеха. в большинстве городов, в которых она есть. Вводили еще экспресс-линии автобусов, вводили выделенные полосы. А скоростной автобус это уже в сторону физически обособленных дорожек. И зачастую высокие платформы, высокий пол, чтобы люди могли заходить без ступенек. И люди покупали билеты до входа в автобус. И таким образом происходят попытки наделить автобус как можно большим числом характеристик трамвая. Мы посмотрим на то, какие положительные и отрицательные стороны. Автобусный транспорт представлен различными моделями транспортных связей. Есть небольшие автобусы, иногда же микроавтобусы или так называемые средние автобусы. никакого общественного транспорта, он не организован. Весь общественный транспорт это автобусы среднего и небольшого класса, как в Лиме, допустим, Перу. 5 миллионов поездок в день, 10% из этого это государственные компании и обычные автобусы, которые ходят по маршрутам, по расписанию, но 4,5 миллиона это маршрутки, то есть это небольшие микроавтобусы, и это очень ненадежный транспорт, они безопасны и так далее. То же самое в Богате. до недавнего времени в Богате вообще не было общественного транспорта. Сейчас есть скоростной автобус, очень хорошо работает, и они планируют не построить метро. В развивающихся странах это очень частая ситуация, частый вид транспорта. В развитых странах ситуация другая. Этот вид транспорта не предоставляет достойного уровня обслуживания, соответствующего стандарту. И в связи с этим существенно меньше так называемого паратранзита, то есть пересадочного движения. Я был шокирован, когда услышал, что в России была очень хорошо организована система общественного транспорта, и троллейбусы, и трамваи, и автобусы во всех городах Советского Союза. Что в России не только было разрешено реорганизовать государственные транспортные компании, чтобы повышать их эффективность, они вообще открыли рынок, сделали его свободным, и это большой шаг назад, потому что вы действительно получили неумедленно большое количество маршруток, но они ненадежны, они не согласованы, это не та часть системы, которая нам нужна в городах, и они поэтому важны и в развивающихся странах, но в вашем городе или в Иркутске, то есть в больших городах, нужно сохранять те виды транспорта, которые контролируются, которые являются регулярными и которые сделают по расписанию. Я могу вам дать очень много примеров, например, в Мехико, там огромная система, там и трамваи, и маршрут, и автобусы, и под давлением международных организаций, они открыли тоже свой транспортный рынок для микроавтобусов, и теперь там микроавтобусы ездят везде, и я спрашивал их, сколько у вас этих маршруток, и они сказали, что мы оцениваем на 26 или 34 тысячи, то есть эта система даже не контролируется, и сейчас, через несколько лет, они уже наелись этими маршрутками и возвращаются к стандартной систематизированной системе, потому что качество не то, они очень часто ломаются и так далее. Усовершенствование автобусов началось очень давно, потому что я уже говорил, мы увидели, что на одной какой-то улице автобусы ездят каждые 2-3 минуты, и они 2-3 тысячи в час пассажиров переводят, а машины, которые по этой улице проезжают, они 800 людей или 500 людей в час переводят. Поэтому города в Европе и американские города Нью-Йорк, Балтимор, они ввели автобусные полосы. Автобусные полосы, это был шаг вперед, а это логичный шаг. Они могут быть успешными, но они очень сильно зависят от того, насколько постоянно обеспечивается соблюдение правил дорожного движения. И иногда это политический вопрос. Иногда парламент города говорит, давайте разрешим здесь правый поворот, и чтобы люди заезжали на автобусную полосу. Ну, нужен же какой-то компромисс, да? Поэтому опасность автобусных полос состоит в том, что они непостоянные, это постоянная угроза над ними на листах. Поэтому я бы приветствовал появление автобусных полос там, где это нужно, но частота должна быть автобусы очень большая. Если каждый один автобус в пять минут, то очень сложно обосновать и очень сложно защитить эту автобусную полосу. Но если очень часто ходят троллейбусы, автобусы, да, автобусные полосы должны быть отделены, и обязательно их нужно контролировать полицией, чтобы штрафовали действительно, когда они заезжают на автобусные полосы. это автобусная полоса, построенная в Майами, и в Канаде. Канада в Оттаве не было очень много места для рельсового транспорта, и они построили 20 лет назад достаточно хорошую одну из ранних систем ускоренного автобуса. Очень хорошо она работает, часто используется, она даже скоординирована с другими видами, но сейчас в центре города они достигают уже максимальной пропускной способности, и сейчас они хотят ее улучшить долю коррельцевого транспорта, им нужно увеличить пропускную способность, и они хотят построить туннель в центре города. это тоже Оттава, а потом в стущих городах в развивающихся странах это Сан-Паулу. Возникла следующая проблема, первая это финансирование транспортной системы, но очень многие активно строят метро, Мехико и Сан-Паулу, но они не в нужный момент, например, в Сан-Паулу у них было несколько коридоров, которым нужна была огромная пропускная способность, и Сан-Паулу это был первый пример, когда они полностью зарезервировали эти линии для общественного транспорта, то есть это была первая система ускоренного автобуса, вторая была Куритиба, это очень известный пример, там очень продуманная система ускоренного автобуса, а потом это уже возникло в богате. Это Лима, одна из автобусных полос, а это самый направляемый автобус, который в 3-4 городах построен, я уже говорил. Это ускоренный автобус, это достаточно простая система, но эта полоса выделена, поэтому эта система ускоренного автобуса, она лучше соблюдается, правила лучше соблюдаются, чем просто в случае выделенных полос. Эта система называется Трансмилленио, это богата, и ее очень активно развивали, и она перевозит большие объемы пассажиров, но быстро построена, но низкого качества, вот эти мосточки, они временные, по ним нужно долго ходить, они шумят, и автобусы на некоторых местах обгоняют друг друга. Это Стамбул, это Бостон, ускоренный автобус, который ужасно был спроектирован, и он очень неэффективный, он проходит через Трансмиллель тоже стоил больших денег, и автобусы ходили очень медленно, потому что там нет никаких светофоров, и это было очень непродуманно. Пример Бостона показывает, что ускоренный автобус не всегда дешевле, чем рельсовый транспорт, и если он плохо спланирован, то это не то, что нам нужно. Троллейбусы в некоторых странах, например, Швейцарии, они очень популярны и очень в хорошей форме находятся, очень привлекательная система, они очень чистые и действительно очень экологичны, и это добавляет элементы пригодности для жизни. В Швейцарии они очень активно используют электричество, нефти у них там нет, и газа у них там нет, все железные дороги полностью электрифицированы, и общественный транспорт тоже электрифицирован. Это одна из систем ускоренного автобуса в Лас-Вегасе в Штатах. В Боготе, это пример снова из Боготе, это система Трансмиллениум, и она действительно очень хорошо обслуживает людей, но разделяет город, очень сильно разделяет город. Это Куритиба, Куритиба сейчас тоже думает об переходе на легкаретический транспорт. пассажиропоток на общественном транспорте, чем на частных автомобилях. В автобусе сидит больше людей, чем во всех этих машинах сразу. А это то, как нужно идти до системы ускоренного автобуса, до остановки в Боготе. трансмиллениуме. И есть проблема. Некоторые люди, особенно люди из Боготе, им очень нравится это сейчас новый транспорт, и это действительно существенное улучшение по сравнению с неорганизованной системой. транспорта. Но сейчас они спорят. Спорят с тем, они доказывают всем, что это единственный вид транспорта, который должен существовать. Он дешевле, чем рельсовый транспорт, лучше, чем метро, и так далее. Они очень эмоционально это говорят. Они представляют... У них есть какой-то интерес, но любой экстремист, который говорит вам, что один вид транспорта лучше всех, он не профессионал, потому что нет идеальных видов транспорта. И это пример, который показывает, что пропускная способность огромная, но образовалась пробка из автобусов, то есть она работает плохо. Они ломаются, и из-за этого пассажиропоток падает. У них были проблемы обслуживания дорог, и выхлопы. У нас действительно автобусы чище, чем раньше, но в многих случаев они не настолько как, допустим, троллейбусы. Троллейбусы остаются самыми наиболее тихими и наиболее экологичными транспортными средствами на дороге. Теперь давайте перейдем к железнодорожному транспорту, к рельсовому транспорту. Что касается трамваев, на улицах начались пробки, и это стало проблемой на узких улицах. в 50-х, 60-х годах существовало движение, тенденция, которой мы будем строить другие вагоны, длинные вагоны, так называемые сочлененные вагоны, больше 40 метров. Эта тенденция все существует, такие трамваи ходят по приоритету С, но там, где это возможно, полоса выделяется, и они приходят в эту категорию и когда линия приходит в центр города, нет других способов, как построить туннель, но это достаточно короткий туннель под центром, и те же самые трамваи, те же самые трамваи, это тот же самый состав, который шел по улице с категорией Б, и теперь он перешел в категорию А. Это те возможности, которые дает нам легкорельс, он может существовать в нескольких категориях сразу. В Соединенных Штатах в 50-х годах полностью прекратили строить трамвайные системы, но в 74-м году они заметили, что весь мир развивает легкорельс, а они отстают. Поэтому началось там новое движение. Я был один из организаторов национальной конференции по легкорельсовому транспорту в Филадельфии. И мы действительно начали это движение в то время. И с того момента примерно 20 городов построили легкорельс. Это Сен-Диего и Сен-Луис. А это в Портленде, в Рио-Регоне. Это самый хорошо спланированный город. Там действительно хорошие дороги, там пешеходный трафик, велосипедный трафик и так далее. Технология легкорельсов она существенно улучшилась. Как вы видите, теперь это визуально привлекательно и очень экологично выглядит, потому что рельсы прямо утоплены в траву. Сами составы они уже низкопольные, очень тихие, эффективные и в большинстве случаев посадка и высадка очень быстро происходят. Поэтому они действительно обеспечивают очень высокий уровень обслуживания на тех маршрутах, которые хорошо спланированы. Я должен сказать о городе Берген, это в Норвегии. Они два года назад открыли новую систему легкорельсового транспорта. Очень скромными затратами, там несколько туннелей и несколько перекрестков, но сигнализация на переезде. И это очень хорошо работает, очень хорошо функционирующая система. Это стандартный длинный сочлененный состав. Вы видите, насколько там внутри хорошо. За последние особенно 30 лет оказалось, что городам нужны больше и больше пешеходных улиц и пешеходных зон, больше площади, на которой нет вообще никакого дорожного движения. транспорта. Но в эти зоны ввели общественный транспорт. Это не очень дружественно к пешеходам. Пешеходы не очень любят автобусы на своих улицах, по крайней мере, меньше, чем легкорельсы. Оказалось, что легкорельсовый транспорт очень безопасный, и в таких местах он, конечно, идет медленно, 20 км в час. Ну, а есть участки, где скорость достигает 70-80 км в час. И легкорельсовый транспорт стал центральным элементом реконструкции целых городов. Так было в Германии, в Швейцарии, в Австрии. И многие там во многих городах переделали трамвайные системы легкорельсовые. Во Франции было такое до 70-х годов. После 70-х стали рассматривать ответ транспорта, потому что он лучше, он эффективнее автобуса и дешевле, чем метро. В испанских городах также были. Вот, например, Вена. это большое отличие от того транспорта, который был раньше. И появились еще вот такие гибриды. Это как бы трамвайный поезд, такие вот сочиненные трамваи. Многие города стали строить легкорельсовый транспорт, совместимый с железнодорожными путями. То есть совместимый по колее, совместимый по сигналам, по способу торможения. И по этим в центре города по пешеходным городам, по пешеходным зонам приходится ездить медленно, а затем гоняться в пригороде. Сарбрикен, который опять находится в центре города, в центре города, но затем выезжая из центра города, он может 30-40 километров ездить в пригород. Это одна из наиболее успешных таких систем в Карлсруе, где вагоны заходят прямо в зону с магазинами. Здесь большая пропускная способность. Затем сравнение эффекта. Это гораздо лучше вписывается в пешеходные зоны, чем скоростной автобус. И в Боготе он заходит скоростной автобус в центр города, но он далеко не так привлекателен там, как легкорельс. в Ницце и в Монпелье я не видел, но я понимаю, что там перестроили весь центр города, сделав его более дружественным к пешеходам. Там управляли трафиком, парковками, но таким образом вернули городу человеческий характер. давайте посмотрим на технологию этого вида транспорта. Вплоть до 50-х годов в Вене было три маленьких вагона. И там был водитель и три кондуктора. Потом они стали строить более длинные составы. Потом они стали делать еще длиннее. Потом ввели автоматическую систему взимания платок от служб кондукторов. по мере развития пропускная способность вот так увеличивалась. При этом сокращалось количество людей обслуживающих состав. И в некоторых городах в Америке были даже вот такие многовагонные составы с огромной пропускной способностью обслуживая всего лишь одним человеком. Это очень эффективно. Так пропускная способность такого состава в 10 раз выше, чем то, с чего начиналось. Но для этого очень важна автоматизация. Она позволяет людям заходить через до 16 дверей. В Москве турникеты на входе. Я никогда не видел такого в общественном транспорте нигде. Они, наверное, увеличивают сбор платежей, но снижение скорости пропускной способности невероятно. Это проблема. в настоящее время легкорельсовый транспорт, трамваи. Есть большое количество разновидностей. Много новых систем открываются по всему миру. Более чем в 100 городах за последние годы открылись легкорельсовые системы. Где ваши трамваи? Трамваи и сами составы образца 50-х годов. С тех пор возникли совершенно иные виды составов. сбор платежей осуществляется очень неэффективно. Это неудобно для пассажиров. я проехал и я увидел, что вместо того, чтобы обособлять их по категории B, во многих местах автомобилям разрешается заезжать на трамвайные рельсы. Поэтому это снижает вместо того, чтобы повышать эффективность перевозок. пересмотра и решение купить новые электрелл и так далее, то все будет проверить как это работает и сделать больше эффективность. Это различные модели, вы видите очень много разных моделей в разных городах. И в Портленде, Орегон, они построили прекрасную систему легкорельса и частная трамвайная линия. Она стала настолько популярной, что это привело к существенному увеличению развития жилой застройки в этом районе. И они называют этот район ездите на трамвае. Это действительно реклама. Если есть трамвай, это действительно дружелюбная зона для людей и в ней можно жить. Теперь давайте посмотрим на следующее. что произошло в Штатах? В Штатах произошло следующее. Было очень много трамвайов во всех городах, но потом была организована компания. Она была организована лоббистами и дорожниками, и дорожниками, нефтяниками, производителями шин и автомобилей, и они были частными. Они покупали эти транспортные компании и убивали эту систему. Как они это сделали? Пропаганда говорит, будущего нет, будущее это автомобиль, у трамвая будущего точно нет. И дается следующее сравнение. Они берут трамвай, ему 40-50 лет этой модели, и сравнивают с современным автобусом. Это смысл разве имеет? Давайте возьмем и сравним современный легкорель с автобусом из 70-х голодов. Просто хотя это уже может быть уже и не существовать. Поэтому нужно быть очень осторожным. Вам говорят, некоторые говорят, трамваи очень старые, будущего у них нет и вообще. Но нужно действительно сравнивать профессионально. Нужно сравнивать только последние модели одного и того же вида транспорта. Чтобы сравнить, сравнение этих видов транспорта достаточно длинное. Я всегда настаивал и писал об этом, что когда вы сравниваете допустим метро и пригородные поезда или троллейбусы и автобусы или трамваи и автобус и так далее, необходимо указывать преимущества одного вида и другого вида, а также недостатки. Необходимо и то, и другое сравнивать. Это то, как действительно нужно сравнивать. Я, к сожалению, не буду на этом останавливаться сегодня, у меня нет времени. Но сегодня мне хотелось бы показать интересное исследование, которое было сделано в Соединенных Штатах. Два города, они очень похожи. Сакраменто в Калифорнии, это столица Калифорнии, и Колумбус в Огайо, это тоже столица Огайо. Примерно одно количество людей живет в этих городах. Есть правительство штатов, там есть университеты, очень больших деталей в этих городах. Колумбус решил просто немножко модернизировать автобусы, ничего серьезного. в Сакраменто решили построить легкорельс. И за 20 лет, примерно за 20 лет, количество поездок на человека в Колумбусе снизилось, а в Сакраменто с легкорельсов увеличилось с 19 до 30. то есть вы видите, что в Сакраменто теперь общественный транспорт куда эффективнее, чем в Колумбусе. В общем случае, наши города, которые, в тех городах, в которых построен легкорельс, мэры и энтузиасты из этих городов едут в другие города и говорят об опыте. И они говорят о том, что мы не только улучшили общественный транспорт, мы изменили город, самодесскую среду. Мы улучшили систему, и мы можем профессионально обосновать, что у нас есть города, в которых разные виды транспорта координированы, то есть они взаимовлияют и взаимосвязаны. Мы не говорим, что нужно отказываться полностью от автомобиля. Мы можем определять, какие виды транспорта работают вместе. И то же самое, если, допустим, вы метро планируете. Вы не можете спланировать эффективное метро, не учитывая подвозящий транспорт, автобусы, трамваи, троллейбусы и паркинги, системы парк-н-райд. Мы уже давно знаем о том, что нам нужно обеспечивать взаимосвязь различных видов транспорта. еще выше над классом легкорельса это так называемые автоматизированные системы. Они полностью обособлены и полностью автоматизированы. Такие системы это AGT, Automatic Guideway Transit, они могут работать, как по рельсам, так и на шинах, на резиновых шинах. Составы на резиновых шинах, они в основном в аэропорту, примерно 40 аэропортов, где есть такие шаттлы подвозящие. Для этой цели, для коротких поездок в аэропортах, которые очень часто это то самое, что нужно в аэропортах, все идеально работает. Что касается рельсовых систем, рельсовые системы в некоторых городах есть в Копенгагене, например, в Ванкубере и так далее. И они тоже очень эффективны, некоторые больше даже, чем на резиновых шинах, потому что они автоматизированы. Они там в зависимости от количества поездов длина состава меняется, но они могут ездить с интервалами каждые 3 минуты и весь день, потому что нет затрат на дополнительных машинистов. и это мое преимущество автоматизированных систем. Кстати, некоторые системы метрополитенов тоже начинают вести переговоры или начинают уже создавать полностью автоматизированные линии в Париже, в Сингапуре и в некоторых китайских городах. Так же то же самое. К сожалению, многие не использовали шанс разделить поезда на короткие составы и обеспечить очень частое обслуживание. Я думаю, что они тут теряют некоторые преимущества, и я ожидаю, что мы проведем дискуссии с коллегами в этих городах. Это пример системы на резиновых шинах в Лиле, во Франции. Очень часто ходят эти поезды, и очень много людей пользуются этими составами. Они, к сожалению, очень маленькие составы, они очень узкие, тесные, это действительно была ошибка просто при проектировании вагонов. Это не системная ошибка, система работает нормально. Это двери на платформе. Это пример системы в аэропортах. А эта система в Майами, у нас есть метро, и метро не удалось провести через центр города, просто физически, и физически, и из-за финансовых причин. Поэтому у них метро доходит до центра, и есть система распределительная с автоматическими вагонами, которые имеют примерно 20 остановок. Выглядят очень здорово. И очень хорошо взаимосвязаны с другими метром. Вот вы видите, это метро, а это автоматизированная система. Метрополитен. Это одна из наиболее старых примеров систем в Гамбурге. В Монреале в 1967-м была построена система метро. Они перестроили весь центр города и ориентировали это на метро. Это очень хорошая система. Она очень изменила весь город, делала его более пригодным для жизни. Где это? Это Сан-Франциско. Bay Area Rapid Transit называется система. Система Барт. Как-то в Соединенных Штатах говорили только о строительстве хайвеев. В Сан-Франциско люди встали и сказали «Да, для автомобилей нам нужна больше инфраструктуры, нам хочется ездить больше, но нам не нужно зависеть только от хайвеев. Нам нужно предоставить действительно высококачественный общественный транспорт, который сможет привлечь людей и обслуживать их и заставить их пересесть с машин. Они построили систему Барт, которая действительно изменила всю окружающую область и очень сильно связала ее. Эта система привлекла много инноваций, очень высокая скорость 140 км в час, а внутри города тоже обеспечиваются в короткий интервал. Это Мюнхен. Мюнхен известен вообще своим планированием транспорта. Все были системы взаимосвязаны в Мюнхене, и именно оттуда мы сделали термин «интермодальное планирование», «интермодальные перевозки», и у них были очень много железнодорожных линий с одного и другого края города, и они построили туннель, и этот легкорельс «Эсбан» соединяет обе части города, они его электрифицировали, и им пользуются 150-160 тысяч людей, а сейчас 800 тысяч ежедневно. То есть эта система обслуживает большую область, и люди специально приезжают в Мюнхен, чтобы посмотреть, как это все работает, и транспорт ездят в Мюнхен, чтобы посмотреть, как выглядит город, пригодный для жизни. Все системы взаимосвязаны, все системы интегрированы, действительно, есть какие-то автобаны, но в центре города паркинг ограничен, у них есть центральная, в центре города все было заполубито пробками, они полностью закрыли, и сделали ее только для пешеходов. Это один из множества современных поездов в Японии. Они выглядят практически одинаково в различных городах, как для пригородного поезда, так и для метрополитена, и они действительно очень эффективны. Необходимо, однако, сказать, что московская метода метро действительно очень эффективна, она известна во всем мире за счет скорости поездки, за счет хорошей организации, за счет минимального времени пересадки между поездами, минимального интервала и так далее, и очень высокая проездная способность. Без метрополитена Москва не могла бы существовать, и метрополитен действительно хорошо планируется и расширяется, и я надеюсь обсудить эти планы с руководителями метрополитена. Я думаю, что вам необходимо перейти со станции глубокого залегания к станциям неглубокого залегания. То же самое и справедливо и для Петербурга. Но действительно, метро является основным видом транспорта в Москве. Это С-Бан в Мюнхене. Теперь несколько слов о необычных видах транспорта. Если некоторые из вас как-то взаимодействовали с системой транспорта, вы, наверное, слышали аббревиатуру PRT, личный скоростной транспорт. Очень многим мэрам и плановикам это все предлагали. Это будущее, все автоматизировано компьютерами. Это такая система, выводите, везет вас туда, куда вам нужно, не останавливаясь, через весь город. выглядит как идеальная идея. В реальности же все не так. Это уже предлагалось более 40 лет назад, и иногда эта идея снова появляется. Работает ли это? Она работает в лондонском аэропорте, соединяет три точки, три парковки в аэропорт, и она очень неэффективна. Почему? Потому что сама концепция нелогична. она даже не выглядит логичной. Если у вас очень загруженная область, например, центр города, нет достаточно пропускной способности. Если у вас вы не сможете сделать такое движение, если у вас окраины, то у вас не будет денег построить такую дорогую систему. Эта система обсуждается, потому что люди, которые производят эту систему, ездят из города в город, и они иногда находят интерес и заинтересовывают мэра в рацию городов в этом деле. Эта система PRT, я ее описываю как эксперимент, тест, как скрестить многоножку со свиньей, чтобы получить от этого потомства в 100 куриц. Это не работает. Это то самое, что предлагалось для Лондона. Это тот самый слайд. Это для Лондона. Монорельс очень в многих городах обсуждается и построен. Механически он работает, но в большинстве случаев он менее эффективен, чем рельсовый транспорт. И считается, потому что это идет сверху, это допустимо, но не сильно отличается от того, если бы вы построили подвесную трассу рельсовую. Это был исторический пример из ВУП Порталя. В Японии сейчас очень много примеров. Сан-Паулу тоже строится. Один в корейском городе и везде, где я видел, везде скандал образуется, что вот эту глупую штуку строят. Иногда монорельсы, да, и у вас же есть, у вас же есть очень смешной монорельс, да. это подвесной монорельс, еще выше, то есть балка сверху, обычная монорельс на оболке, а здесь подвесной монорельс. это был небольшой анализ различных видов транспорта. Я повторяю, что я думаю, что в Москве совершенно верно, это больше линий метро, но не нужно пренебрегать транспортом средней вместимости, потому что нельзя ограничиваться только автобусом и метро, нужно и что-то между ними, и этому транспорту требуется модернизация. как видите, трамваи сильно отстали, и здесь это не только касается устаревших составов, но это и касается системы в целом и организации. Такова ситуация, и я думаю, я думаю, что это подытоживает какие сейчас тенденции в мире относительно общественного транспорта. Спасибо большое, и я отвечу на вопросы. Спасибо.